Ой-ой-ой, подъезжаю к Портланду, а тут снег. Какое вот форменное безобразие. В апреле здесь снег. Вот кто просит этот снег выпадать? Ладно, пройдемся, посмотрим, что у нас тут есть. Мы находимся на обычной площадке для отдыха. Хорошая вещь. Какое красивое тело лежит. Но, увы, он женат у меня. Его жена как раз объявила, что тут туалеты закрыты. А это вообще площадка для отдыха. Тут когда-то можно было получить бесплатный кофе. Тут же можно было посрать, привести себя в порядок. И даже взглянуть на местную карту. Так, ну-ка. Так, мы выехали. Мы выехали вот из шорлайн. Поехали вниз, 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 вниз. К черту на куличке. И мы сейчас... Так, это mile post 54. То есть мы сейчас где-то тут. Туалеты закрыты, воды нет, поилки нет. А я так надеялся, что мне удастся набрать воды немного. О, какая футуристическая картина. Рада дендра, но в снегу. Тут вот еще какая-то хрень цветет. Желтая. Ну-ка, взглянем. Это чего? Ой, на меня что там холодное, мокрое льется. Прямо с крыши. О, елки. Так. Ну, туда я уже не пойду. А вообще можно помечтать. Какой-нибудь прекрасный день. Приехать сюда, когда тепло. Остановиться на ночь. Интересно, пахнут эти штучки или не пахнут. Так. Я ничего не понимаю. Запаха не чувствовал. Может быть, я ковидом заболел. Надеюсь, что нет. О. Вот. А потом утром проснуться рано. Утром рано, рано, рано. Два барана. Застучали ворота. Ой, что это я? Ах. Устроить пикничок. Вон там даже с крышей столик есть. Так. Как давно я не ходил по снегу. Хе-хе-хе. А, так. Хе-хе-хе. Так. О. Можно даже сказать, соскучился по снегу. А. И вот в таких вот столиках строить пикничок. Сделать походную газовую печку взять с собой. Черт не говоря, зеленая трава и белый снег. Интересно. А снег глубокий. Вот сейчас вот гуляю, тут вообще. Ой-ой-ой. И деревья. Не, в Новосибирске говорили, что от 10 до 12 сантиметров за ночь выпало снега. А вот под деревом нормально. Вон тут даже эти надуванчики цветут. Или как их назвать. Как называются белые надуванчики. В общем, походное барбекю, походную кастрюльку взять. Потом походный муж к этому, чтобы прилагался. И вот устроить завтрак на природе. Не, ну это безобразие. На меня по-прежнему что-то капает. В общем, обычно такой вот снегопад случается зимой. Когда ночью выпадает снег, на следующий день он тает. И через день уже даже и следов не остается. Интересно. Так. Ну, в общем, пикничок сегодня не удался. Свифт. Интересно. Вот эти контейнеры Свифт. Они как-нибудь имеют отношение к этому межбанковскому объединению Свифтов. Потому что был еще некий Джонатан Свифт. Тот, который историю про Гулливера написал. Ладно. Погуляли. И замерзли. Так, ноги промочил. Нет, вроде бы еще нет. Значит, идем к машине. А вот на той стороне место, куда полагается выгуливать домашних животных. Потому как, если кто-то приезжает с домашними животными, например, с мужьями или детьми, или женами, то там всегда будет шанс того, что будет какое-нибудь домашнее животное. Вот. Их надо выгуливать. Сексуальные штанишки. Нет, там дети. Все. Ой, все. Промочил ноги. Это была лужа. Хотя и чистая. О, у него лысина на мухушке. Уже отрицательная для меня. Ну, все. Походили, побалдели. Снег записали. Все. Поехали дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...